Говорит Радио Свобода. В эфире Дороги к Свободе. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Непростой 2023 год в войне России против Украины. Сегодня мы подводим его в военные и политические итоги. Почему партнеры задерживают поставки оружия и помощь Украине? Каких результатов добились вооруженные силы Украины в ходе военной кампании в 2023 году? Возможен ли переговорный процесс в этом кризисе? И существует ли на самом деле конфликт между военным и политическим руководством Украины? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями в студии политолог Владимир Фосенко, глава правления Центра прикладных политических исследований Пенто. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. И с нами также Михаил Самусь, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Здравствуйте. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о главных военных и политических событиях 2023 года в российско-украинской войне. В ходе полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, российские войска оккупировали юго-восточные регионы, отрезав доступ к Азовскому морю и установив сухопутный коридор в аннексированный Россией Крым. В СУ удалось освободить более 50% захваченных с начала войны территорий. Однако на исходе второго года российско-украинской войны звучат пессимистические оценки ситуации на фронте. Российские войска начали наступательные операции на нескольких участках, пытаясь перехватить и удержать инициативу до президентских выборов в России, которые пройдут в марте 2024 года. Предстоящие месяцы, очевидно, станут очередным испытанием для украинской системы противовоздушной и противоракетной обороны. После длительной паузы в декабре Россия возобновила беспилотные и ракетные атаки по Украине. Накануне зимы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь вооруженные силы Украины будут не только защищать объекты энергетики от российских ударов, но и проводить ответные атаки. Россия готовится к зиме, и у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах террористам, на всем, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим гражданам прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов. Одной из причин неудавшегося контрнаступления ВСУ военные называют не только масштабные минные поля и оборонительные укрепления противника, но и его преимущества в воздухе. В мае на саммите Большой Семерки в Японской Хиросиме было объявлено о создании Международной авиационной коалиции для предоставления Украине американских истребителей F-16. Обучение украинских пилотов сейчас продолжается на военных базах в Европейском Союзе и США, и первые F-16 должны появиться у украинских воздушных сил в следующем году весной. За год Украина существенно увеличила выпуск различных моделей дронов и модернизировала имеющиеся на вооружении ракеты. При помощи новой версии ракеты «Нептун» летом и осенью уничтожены не менее пяти российских комплексов С-400 «Триумф». Крымский полуостров является ключевым плацдармом и базой снабжения российских войск на юге Украины, и в 2023 году ВСУ и СБУ провели ряд успешных операций в Крыму. В ночь на 17 июля безэкипажные катера атаковали Керченский мост, повредив часть его автомобильного участка. А в сентябре ракетные удары разрушили в Севастополе штаб Черноморского флота, а также вывели из строя десантный корабль «Минск» и подводную лодку «Ростов-на-Дону». Использование морских дронов и ракет позволило Украине, как заявил в ноябре президент Владимир Зеленский, вытеснить российский военный флот из северо-западной части Черного моря. Нам удалось перехватить инициативу России в Черном море и создать такие условия безопасности, которые заставили агрессора бежать со значительной части морской акватории и прятать свои военные корабли. За почти два года широкомасштабной войны Украине, не имеющей полноценного военного флота, удалось уничтожить 15 военных кораблей. Ещё 12 были повреждены. В целом это 36% от общего количества военных кораблей и катеров Черноморского флота. Летом в Дании и Саудовской Аравии, а осенью на Мальте без участия России состоялись переговоры по имплементации украинской формулы мира, которую к настоящему времени поддерживают свыше 70 стран. Среди прочего, формула мира предусматривает вывод российских войск с украинской территории, освобождение всех пленных и гарантия безопасности для Украины. В ноябре в западных СМИ появилась информация о том, что чиновники из США и Евросоюза начали обсуждать с Киевом возможность проведения переговоров с Россией на фоне отсутствия существенных результатов контрнаступления украинских войск. Значительных прорывов в глубь контролируемой России территории не произошло. Украинские войска добились лишь ограниченных успехов, освободив 14 населенных пунктов. 1 ноября британский еженедельник Economist опубликовал интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который рассказал, почему война фактически зашла в тупик. Так же, как и в ходе Первой мировой войны, сейчас на поле боя мы достигли уровня развития технологий, которые ставят нас в тупик. Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет. Война с Россией переходит в позиционную фазу, которая является чрезвычайно опасной и изнурительной для Украины. Чтобы выйти из патовой ситуации, Украине нужен технологический скачок в тех сферах, где Российская Федерация имеет преимущество, или где ВСУ тяжелой ценой удалось достичь паритета. Интервью с Залужным Economist усилило конфликт генерала с президентом Украины Владимиром Зеленским, который публично опроверг утверждение о патовой ситуации для ВСУ на фронте. Если бы не война в Украине, то выборы депутатов парламента должны были состояться в минувшем октябре, а выборы президента – в марте 2024 года. В конце ноября руководство фракции и группы Верховной Рады подписали заявление, согласно которому парламентские и президентские выборы в стране пройдут после завершения войны и не ранее, чем через полгода после окончания действия военного положения. В марте 2023 года в украинском правительстве заявили, что выполнили условия Брюсселя, необходимые для переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. А 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Евросовету начать официальные переговоры с Украиной. После принятия в Евросоюзе финального решения, как заявил украинский премьер Денис Шмигаль, Украина должна быть готова к вступлению в ЕС через два года. Ну вот на самом деле, нужно сказать, что когда мы встречали 2023 год, что греха-то, эти прогнозы были намного оптимистичнее. Но вот что изменилось так вот кореннему? Для меня этот год это классическая иллюстрация традиционной украинской проблемы. Вначале высокие, даже завышенные и в чем-то неадекватные ожидания, к концу года разочарование. Разочарование от неадекватных ожиданий? Ну от завышенных скорее, потому что в принципе никто не мог оценить. Я здесь не беру военную сторону, сейчас идут разбор полетов, даже Вашингтон-Пост, там огромный текст написали, и другие об этом пишут, что пошло не так, и можно было что-то сделать иначе. Но вот эмоционально вот эти качели. А раньше они у нас были во время выборов и после выборов, а также после Майданов. А сейчас это произошло в связи с войной. И это одна проблема. Вторая проблема в том, что вот было зависание не только в ходе военных действий, но возникло зависание, я бы сказал, и в отношениях с нашими партнерами. А к концу года даже возникли серьезные проблемы. Это и начало предвыборной борьбы в США, что привело к зависанию финансовой помощи Соединенных Штатов для Украины. И обострилась ситуация с дальнейшей перспективой нашей интеграции в Евросоюз, хотя здесь, казалось бы, был достаточно серьезный прорыв. Еврокомиссия дала добро, положительно оценила работу Украины и, в принципе, дала добро на начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. Но практически одновременно стало очевидно, что Венгрия будет блокировать эту перспективу. И сейчас это драматический период, поэтому, с одной стороны, вот есть продвижение по пути европейской интеграции, это, наверное, самое позитивное, что произошло в нынешнем году. А с другой стороны, мы видим вот это зависание в отношениях с НАТО, некоторая неопределенность, и мы не знаем, как будет дальше, будет ли какой-то прорыв, или мы будем идти по такому эволюционному пути. И вот что, может быть, самое неприятное, это то, что из-за разочарований внутри страны обострилось внутри политической ситуации, произошел всплеск политической турбулентности. Вот это создает риски потери определенной концентрации в борьбе с врагом. Потому что для того, чтобы продолжать эффективную борьбу с внешним врагом, нам надо сохранять достаточно высокий уровень внутренней концентрации, внутреннего единства. Вот в чем, пожалуй, главные проблемы этого года, именно эти эмоциональные качели. Ну, кстати, когда говорили о военных вопросах, мне до конца не было понятно, почему есть такие вот ожидания стремительного прорыва, когда все же нет достаточного количества той военно-технической составляющей, которая важна при любых наступлениях. И в конце года главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обрисовал контуры этой военно-технической составляющей. Но на самом деле эти контуры, мне кажется, нужно было рисовать в конце прошлого года, а не нынешнего. Ну, в принципе, генерал Залужный, помните, статья была и в прошлом году, в ноябре прошлого года, там он делал акцент именно на помощи наших партнеров. И на долгосрочном военном противостоянии. Да, он называл 500 танков, 700 бронемашин, артиллерии. Тогда это казалось неосуществимо, но сейчас мы видим, что партнеры действительно сделали очень многое. Но один момент там был ключевой, это господство в воздухе. Так это и не было сделано. То есть у нас Ф-16 был только в следующем году. Почему были ожидания по военной сфере, скажем так, по военному направлению? Потому что, вспомним, у нас было две очень успешные операции по Слобожанской, так называемая, вообще просто идеальная операция, и Херсонской операции. И, конечно же, после того, как украинские вооруженные силы добились таких успехов, то было ощущение, что мы сейчас просто еще чуть-чуть надавим, и русские посыпятся, а русские решили постоять немножко. И они вложили очень много ресурсов в то, чтобы построить вот эти огромные и очень фортифицированные линии обороны на Юте, в Запорожской области. И это стало причиной того, что мы не смогли их пробить, проломить без господства в воздухе. Потому что доктринально без господства в воздухе с 70-х годов прошлого столетия никто не воевал. Наши генералы попробовали, мы попробовали, скажем так. Так, подтвердили, что доктрины не врут. Доктрины и уставы, как известно, пишутся кровью. К сожалению, ну, такое историческое подтверждение всегда. А можно ли, я уточню, а можно ли вообще достичь господства в воздухе кому-либо при нынешнем уровне систем противовоздушной обороны? Вообще-то технологически. Да, да. Это чистая технология уже здесь. То есть, если у нас будет, например, F-16, которые будут иметь радары и ракеты более дальнобойные, чем, например, Су-35-е русские, мы сможем их просто отгонять от поля боя и не позволять пускать эти 1200 кабов, корректируемых авиабом, которым не забрасывают переднюю линию сейчас. То есть, 1200 кабов – это большая угроза. Если мы их будем отгонять, то есть, русскую авиацию держать от первой линии наступления, это будет совершенно другая ситуация. Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политолог Владимир Фисенко и военный эксперт Михаил Самость. Мы обсуждаем военные и политические итоги 2023 года для Украины. Ну вот тут, Михаил, очень важный вопрос, конечно, о военной действии, как должны выглядеть в нынешней ситуации, как действительно, вот линия фронта – это тоже ведь итог года. Она, ну, скажем так, можно сказать, замерла, можно и воспользоваться тем определением, которое дал Валерий Залужный. Позиционная война, которая могла бы перейти в маневренную, но не переходит пока что еще. А, визаль, можно? Там у него очень точное, мне кажется, выражение – ловушка позиционной войны, с которой надо вырваться. Да, вот очень важное тоже уточнение. Ловушка, которую нас пытаются затянуть русские. Вот моя гипотеза состоит в том, что для России самое главное в течение 2024 года – не допустить прорыва Украины Южного фронта. То есть, фактически, чтобы Южный фронт и на левобережье Херсонской области, и в Запорожской области замер, фактически, вот на тех условиях, которые мы сейчас имеем. А самим достичь успеха на Донбассе. То есть, продвинуться вперед и зафиксировать где-то к ноябрю. Мы понимаем, почему в ноябрю 2024 года выборы США, возможный приход Трампа, показать Трампу, что, вот смотрите, вы вложили опять 60 миллиардов долларов, и ничего не получилось. Поэтому давайте усаживать Зеленского за стол переговоров и договориться к какому-то условно Минске-3, в котором Россия не будет отвечать за свои действия, которые произошли в 2022 году. То есть, вот такая идея русских у нас совершенно другая, естественно, должна быть стратегия. То есть, нам нужно прорвать Южный фронт обязательно в течение 2024 года для того, чтобы, даже если придет Трамп, для того, чтобы говорить с американцами, говорить с нашими европейскими партнерами о том, что мы имеем возможности, шансы все-таки в этой войне победить. Победа может быть отдаленно, если мы говорим о очистке всей территории. Но, естественно, если мы перебьем наземный коридор между Крымом, оккупированным, и Россией, и сможем подойти хотя бы к Крыму к концу 2024 года, это создает условия какой-то перспективы. Если мы этого не сделаем, конечно, нам будет очень тяжело. Поэтому, большая статья «Вашинг-Пост», которая вышла, и, в принципе, там приводится большой анализ, мне она очень понравилась. Там, кстати, нет ни одного слова о конфликте между Зеленским и Залужным, что интересно. Там больше было о конфликте между западными генералами, и Залужным, и другими генералами. Залужный принимал решения свои, не выходил на связи, оказывается. То есть, интересные какие-то детали, не знаю, это правда или нет. Мне кажется, вот в этой статье, хорошо, что вы ее упомянули, там, кстати, тоже тенденция проявилась. Это ведь статья еще для внутреннего потребителя, для читателя американского, что, мол, виноват не Белый дом, не стратегия в США, а украинцы. А прямо в украинской стороне. Да, 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 что украинцы, мол, как бы вот не все сделали так, как мы рекомендовали. Да, и поэтому... Перекладывание ответственности такое. Да, и в этой статье очень важные моменты. В принципе, там показано, что мы можем идти реализовать эту стратегию, но, с другой стороны, там есть фраза, которая показывает, опять же, для внутренней аудитории, насколько неверно оцениваются итоги года. Там написано, что во время южного наступления мы потеряли десятки миллиардов долларов, потому что техника была уничтожена. На самом деле, когда заложенный четвертый день, они сами об этом пишут, остановили наступление, то технику отвели. И фактически потери 10% от западной помощи. То есть, фактически, украинским генералам удалось сохранить тот механизированный кулак, который мы можем теперь использовать в 2024 году. И поэтому у нас есть возможность сейчас, при получении в 2016-й, повторить или совершить какую-то другую комбинацию из операций, но при этом у нас есть механизированный кулак, который нам, слава богу, удалось сохранить в этом году. Ведь тут уже очень важно, чтобы Запад был готов согласиться с тем, что такая вот длительная война. Понятно, что это будет длительная война, но это все тексты. А насколько западные политики готовы к тому, что им придется поддерживать Украину в любом объеме? Но это все равно миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов в многие годы. Мне кажется, ключевое слово, которое характеризует и военную, и политическую, и внешнеполитическую ситуацию в 2023 году – зависание. Вот зависание военных действий вокруг линии фронта, хотя попытки изменить военную ситуацию были с нашей, с российской стороны. Зависание в отношении, скажем так, наших внешнеполитических перспектив. Вот по европейской интеграции есть продвижение, но еще пока нет прорыва вот окончательного. Вот по НАТО зависание, к сожалению, есть. Мне кажется, зависание проявилось и в позиции наших партнеров. Понятно, что надо что-то делать. А вот что делать? Вот здесь мы видим дискуссию и две тенденции, две линии в этой дискуссии со стороны наших западных партнеров. Одна линия – надо усилить, я бы сказал, качество поддержки Украины. Не просто количественно, вот дать F-16, допустим. Вот Залужный хорошо описал, что нам нужно дать, в частности, по системам РЭП, беспилотникам. Сейчас вот решаются вопросы по технологиям, оборонам. Нам надо укреплять оборонную промышленность. Этим занимаются. Но мы можем это сделать только при качественно более высоком уровне западной поддержки. А вот с этим пока проблемы. Надо совместно выработать стратегию этой затяжной войны. И в том числе стратегию на 2024 год. Это одна линия. Для нас более перспективная. Вторая линия, немножко такая, я бы сказал, упадочническая. Ну все, зашли в тупик, патовая ситуация, давайте начинать переговоры. Но какие переговоры? И с кем сами говорите. Вот именно. Дело в том, что и в Белом доме, и даже в Европейском союзе, в Берлине, в Париже видят. Путин не готов к переговорам. Они говорят о переговорах, но они хотят капитуляцию Украины. И таких условий переговоров, которые для нас принципиально неприемлемы. И вот я думаю, что на самом деле главная задача военных действий, но в политическом измерении, на будущий год и, может быть, на перспективу, принудить российскую сторону к нормальным реальным переговорам. Когда они будут, я не знаю, в 2024 году, в 2025 году, в зависимости от хода военных действий. Но теперь задача в том, чтобы принудить Россию к миру. Вот это их термин, принудить к миру. Но на самом деле нам надо будет принудить Россию к миру. И на Западе это должны понять. Начинать переговоры сейчас – это переговоры со слабых позиций, и они не дадут результата. Поэтому будущий год, он еще будет и годом дилеммы. Либо продолжать военную борьбу с российской агрессией, даже в условиях, может быть, периодических нехваток ресурсов. Либо начинать переговоры, которые точно не дадут быстрого результата. Я хотел просто добавить, провисание, зависание – одна только есть сфера, где ощущается непровисание – это оборонная промышленность. Потому что уже инвестировано десятки миллиардов долларов. И в Соединенных Штатах, и в Европе. И остановить этот маховик, который вот там… А когда он даст результаты? Например, производство боеприпасов. Сейчас строятся заводы. И сейчас я себе представляю, выходит какой-нибудь президент США, говорит, я хочу эти заводы остановить. Кстати, мы имеем прецедент уже с ФИЦО. С Словакии. Когда он пришел, помощи не будет, но потом он говорит, не, я имел в виду, что мы не будем останавливать проекты по производству. Мы будем просто наше оружие из нашей армии. Да, те, которые старые, мы оставим. А вот это новое, я же не буду ломать свою промышленность. Точно так же мы можем надеяться на то, что ресурсно все-таки мы уже запустили маховик перехода наших западных партнеров на военные рейсы. Это один из очень важных моментов. Ну ведь очень важно еще понять, насколько в принципе меняется само представление о военной солидарности. Потому что вот как раз в этом году прозвучали все эти предложения относительно НАТО. Принять, но может быть распространить гарантии безопасности на ту территорию, на которой нет военных действий. Принять, но тем не менее там найти какие-то ограничители, которые не позволят вступить в военный конфликт с Россией. В 2022 году об этом говорили фактически исключительно в Куларов. Тоже говорили. А в 2023 году вынесли в публичную плоскость. Насекает просто, насколько такие нестандартные варианты вообще могут быть акцептированы. Знаете, вначале было слово. Поэтому то, что уже начинают говорить о нестандартных вариантах в продвижении Украины в НАТО, это уже хорошо, я считаю. А дальше все зависит от военной ситуации в будущем году и от понимания того вообще, как быть с Путиным. Проблема, на мой взгляд, у Запада в том, что у них нет четкого ответа именно по вопросу о том, что делать дальше с Путиным. Либо надо с ним сосуществовать и дальше, и тогда его надо сдерживать, ну а в итоге придется на каких-то условиях договариваться, завершая войну в Украину. Пока это, к сожалению, доминирующая позиция. Либо надо максимально усиливать поддержку Украины, не просто сдерживать Путина, а ослаблять его. Уже есть понимание, надо Путину отвечать. Риски военной угрозы со стороны России стали очевидными. То, чего не было до 2022 года. Я думаю, что пусть может быть с запозданием, но это будет работать на нас. А нам просто надо и психологически, и политически готовиться к тому, что противостояние, российская агрессия затягивается. Вот мы были готовы к рывку. Мы были готовы к максимуму, к средней дистанции. А теперь надо бежать дистанцию длинную. Поэтому надо рассчитывать силы, надо их экономить, планировать. И необходимо совместная и политическая, и военная стратегия с нашими партнерами. Именно на длинную дистанцию. Ну вот опять-таки, да, запустили производство. Но тем не менее, нужно постоянно поставлять огромное количество оружия. Причем уже не старого, которое поставлялось практически весь 22-й годы, первую половину 23-го. А новое, современное, которое стоит миллиарды. И которое многие страны не хотят отдавать. Вот как говорили польские политики. Мы вот то вооружение, которое нам поставили нашим вооруженным силам, не отдадим. Мы уже все, мы должны вооружаться, а не разоружаться. На самом деле, для европейско-американской оборонной промышленности это золотой век. То есть они 30 лет сокращались. Они работали исключительно на какие-то экспортные контракты. Они были небольшие. То есть производство 10 артиллерийских установок считалось уже успехом. Или продажей их куда-нибудь за рубеж. Сейчас совершенно другой вопрос. Сейчас инвестиции сотни миллиардов долларов в год. Сейчас требования наращивать. Сейчас нужны инженеры, сейчас нужны специалисты и так далее. Маховик запущен. И поэтому то, что происходит сейчас, например, в Соединенных Штатах. Очень классная была кампания, когда администрация Байдена показала, в какие штаты, особенно там, где и республиканцы являются сенаторами, представителями, идет прямые инвестиции из бюджета на наращивание производства. То есть фактически, когда мы говорим 60 миллиардов долларов помощи Украине, это 90% остается в Соединенных Штатах. Это новые рабочие места, это налоги, это инвестиции, это развитие производства, о чем, кстати, и Трамп говорит. Ну и кроме того, есть стратегический еще вопрос. Китай, отношение глобальных сил и так далее. Если действительно правильно говорят, если сейчас Соединенные Штаты откажутся от помощи Украине, получается, что они отказываются от мирового лидерства. И вот тот мегаполярный мир, о котором говорит и Китай, ну естественно Россия, там, глобальный юг и так далее, он станет реальностью, где там Соединенные Штаты тогда. И тогда уже будет проблема не для Украины, а намного больше. Еще один момент отмечу в этой связи. Вот я думаю, что надо принять во внимание и военное лобби в Соединенных Штатах, связанных в том числе с военной промышленностью. Да, в том числе, я думаю, оно будет влиять и на республиканскую партию, на Трампа, на его окружение. Поэтому, когда у нас говорят, что вот в случае победы Трампа произойдет резкая переориентация, Трамп вынужден был идти на конфликт с Россией, может быть, даже против своей воли, и отношения только ухудшились. А мы получили джевелина, летальное оружие при Трампе. И не потому, что Трамп так любил Украину, а потому, что так требовали национальные интересы США. И надо было показать России, что если Россия не пойдет на уступки, то тогда будет выходить в Украине. Вопросом, хватит ли Америки, как говорится, на всех. Потому что мы уже видим конфликт на Ближнем Востоке. Вот он уже продолжается более 60 дней. И мы не знаем, когда закончится. Кстати, совершенно нетипичная ситуация для региона. И возможны новые конфликты. Возможны новые конфликты. Вот Латинская Америка, мы видим Венесуэла и Гаяна. Вот мы видим конфликт между Китаем и Филиппинами, который на наших глазах разворачивается. Это, конечно, скажем так, военно-морские маневры. Но, тем не менее, это же тоже все. Можно Балканы запустить. Можно Балканы запустить, если есть, как вы говорите, если есть возможность там эскалировать ситуацию. Россия этим с удовольствием воспользуется. Мировое лидерство – это хорошо, но цепь конфликтов не так легка для любой такой большой директора. Но в чем парадокс? Да, да. Но тут не только Штаты. Об этом, кстати, много говорят, что Россия может способствовать стратегии эскалирования разных региональных конфликтов. Но тогда придется мобилизовываться не только нам, но и Соединенным Штатам и Европейскому Союзу. Но нам надо быть готовым просто именно к этим шараханиям, к этой вот нестабильности, вот как и сейчас, когда есть перерывы в системности, регулярности западной помощи. И нам надо продумывать различные сценарии. Вот в 22-й год и начало 23-го года для нас было понятно, какой сценарий является главным, каким образом действовать с нашими партнерами. А сейчас надо продумывать запасные варианты, потому что ситуация может быть разновариантной. Эти варианты должны быть, скажем так, более оптимистичны, чем в 2022 году или менее оптимистичны? Может быть, время реализма наступает такое? Я думаю, да. Дело в том, что после успешных операций в 22-м году у всех было такое ощущение, я помню, ближе к Новому году, год победы, мы сейчас все это сделаем. Сейчас, конечно же, мы будем желать друг другу победы, но понимая, что всю территорию мы, конечно же, не очистим в 24-м году, и этот год будет сложнейшим. Я уже говорил, что и Россия будет пытаться реализовать свой критически важный для нее план, и нам нужно будет критически важный план реализовать. Поэтому этот год будет таких упертых сил, которые вот кто кого пережмет. Аналогия. Мне вот ситуация в 24-м году чем-то будет напоминать, как 43-й год во время Второй мировой войны. И сюда может быть, и сюда, да, да. И должен решиться вопрос, кто? Кто выдержит, кто сможет переломить свою пользу? Вот это вот очень опасно. Мы каждый год объявляем решающим. И на самом деле я бы как раз был настроен на то, чтобы мы видели перед собой некий марафон и понимали, что решение вопроса может быть совсем не тогда, когда мы прогнозируем. Я бы так вам сказал в конце нашего разговора. Надо научиться не прогнозировать. Правильно. А мы все до сих пор подвержены этой болезни, что мы все-таки сможем увидеть прогнозы всей его полноте. Не сможем. Но зато мы можем об этом говорить и в следующем году. И мы согласились с вами, что это время реализма. И я думаю, что, по крайней мере, должны будем надеяться, что этот реализм будет на стороне тех, кто поддерживает идею международного права, справедливости в международных отношениях, уважения к человеческой жизни. Это на самом деле и есть главные итоги года. Что эти ценности все еще присутствуют. И я бы даже сказал, в цивилизованном мире превалируют, но они присутствуют повсюду. И в этом есть надежда на окончание войны, так как мы его себе видим. Мы говорили с политологом, главой Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Спасибо. Спасибо. И военным экспертам, заместителям директора по международным опросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаилом Самосином. Спасибо, что были в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Кеопорников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Мира вам, господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова